Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Здравствуйте! На АТВ новости в студии Анна Зуева. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этой минуте. И вот с чего мы собираемся начать. Правильно этому журналисту дали. Не интервью, а сплошные метафоры. Директор Бурниисха прокомментировал нападение на журналиста АТВ. Новички надолго не задерживались, потому что это не совсем развлечение. Не выдержал конкуренции. Интеллектуальный клуб «Игры разума» закрылся после 8 лет существования. Но игра не заканчивается. Время, наверное, пришло уже. Приемные дети – это просто. В Бурятии все больше сирот находят семью. Определились с тарифом в Бурятии. Наконец установили тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Тариф зависит от зоны проживания. Республика поделена на три зоны. И с учетом норматива накопления твердых коммунальных отходов, разработанного Минприроды Бурятии, оплата по первой зоне, куда входит Улан-Удэ, будет 67 рублей 76 копеек. По второй – 66 рублей 91 копейка. И по третьей зоне – 64 рубля 21 копейка в месяц. Причем за каждого прописанного. Добавлю, региональный оператор приступит к своим обязанностям 1 апреля. Ничего не было. Директор Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Лупсан Будажапов прокомментировал скандальное нападение на журналиста нашей телекомпании. Свою вину профессор не признал. Зато поведал нам немало других сказочных историй. Мой коллега Чингис Ачиров разбирался в абсурдном интервью. Сейчас нас ждет очень долгожданная встреча. Позади меня находится здание Бурнисха. И прямо сейчас директор института даст нам эксклюзивный комментарий по поводу всей обстановки. На всякий случай мы уже зарядились полностью, включили камеры, проверили звук, чтобы не упустить ничего лишнего. К сожалению, бронежилетов мы с собой не взяли, но, надеюсь, в этот раз пронесет. Напомню, в прошлую пятницу мой коллега Будамунхоев попытался взять интервью у директора Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Лупсана Будажапова. Однако в ответ получил лишь порцию оскорблений, несколько пинков и удар по лицу. Судя по всему, большая шумиха вокруг репортажа вдохновила ученого передумать, и он все же согласился дать нам комментарий. Сквозь страх и риск мы вновь вошли в логово злого профессора и внимательно выслушали его версию событий. Я бы сказал, пожалуйста, выйдите, освободите помещение. Вы находитесь в федеральном учреждении. Сейчас обед, время, не с кем. Ванасон разрешил зайти и дверь открывает. Самоделкин вышел вон отсюда. Самоделкин, я корреспондент. Вышел. Он даже засчитает, что корреспондент нарушил ваши права. Повод ли это ударять его по лицу по щечиной? По щечиной его никто не бил. Да убил. Ну вы сами немножко подумайте, чуть-чуть, как это могло выглядеть. Когда он спрашивает, подтвердите, что я бил, он говорит, никто не подтверждает. Вы что? Тут никто. Это монтаж, да. Ну вообще, да, это вот четко спродюсированная сцена. Вообще все снимается вот в подобных условиях. Мы долго искали человека, похожего на профессора. Сняли вот на хромакее, получается. Потом с помощью эффекта морфинг мы поменяли нашего человека на оригинального профессора. Воссоздали вот этот коридор института. И спустя полгода кропотливой работы мы смогли предоставить этот шедевр зрителю. Конечно, наш режиссер лишь подыгрывает откровенной лжи доктора наук. Однако в такие отмазки мы не верим еще со времен Бураева. Понятно, что Лупсану Владимировичу сейчас уже попросту некуда деваться. Ведь почечиной заинтересовались в МВД и в Следственном комитете. Следствием по данному факту начата процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее правовое решение в отношении директора учреждения, основанное на собранных материалах. А таких материалов у нас предостаточно. Закинуть, например, в ту же копилку и все оскорбления. Буда, ты такой отсталый, молодой человек. Это же урод пришел такой. Буда, урод-корреспондент. Ну, это было в ответ на то, что он не знает, какой же вы доктор наук. Понимаете, я не хочу входить, я не хочу. Но это оскорбление. Он не знает профессиональных возможностей. Что у меня целая школа научная, защищенные кандидаты, доктора наук. Я выступаю на конференциях на иностранном языке. Дает ли это вам повод? Ну, это не дает пора права. Ну, ему тем более. Ты приходишь и говоришь. Дон Карлеоне, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением. Не предлагаешь дружбу. Даже не думаешь обратиться ко мне крестный. На вопрос о том, как он отнесся к шквалу критики в комментариях, ухмыльнулся. Причем так увлекся, что чуть не оговорился насчет пощечины. Я читал другие форумы, где говорят, правильно этому журналисту дали. Вот так говорят. Я говорю, никто ничего не давал. Но люди видят то, что видят. Так, пощечины не работают. Сажайте на перо или подкупайте. Но не забудьте взять чек. У нас тут не мафия, ясно? Я считаю, что мы вели адекватность ситуации. Абсолютно. И я хотел бы, чтобы журналист сам пришел, извинился за свое неадекватное поведение. Спасибо. А вам извиняться не за что. Мне извиняться не за что. Спасибо. В первую очередь хочу, конечно же, сказать спасибо всем тем, кто меня сейчас поддерживает. Но в то же время я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто меня сейчас критикует и ругает. Ведь мои, скажем так, хейтеры, очень даже правы, во многих случаях я вел себя недостойно, невоспитанно, мог вести себя куда более сдержанно и спокойно. Мог не отвечать агрессии на агрессию, не повышать тон в ответ, не пытаться забрать телефон мой, который у меня только что отобрали, а просто позвонить в полицию, правоохранительные органы. В любом случае вернули бы и телефон, и микрофон, который он пытался у нас отобрать. Но в целом эта история станет для меня уроком и стыдно. Очень стыдно. Причем, несмотря на столь большую разницу в возрасте, обе стороны конфликта, судя по всему, взрослеют по-разному. Одни признают ошибки и приносят извинения, другие ссылаются на монтаж регалии. Тем временем МВД и Следственный комитет скоро дадут свою оценку качеству монтажа в кавычках «профессорского удара». А Управление экономической безопасности и противодействие коррупции параллельно проверят работу директора института. Чингис Ачиров, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Чиновники администрации Северо-Байкальского района прославились своей щедростью. Они сдали в аренду участок в рекреационной зоне местному депутату. Правда, участок оказался озером в местности под названием Большая Коса. Но природоохранный прокурор во время проверки обратил на это внимание и вовремя принял меры. Он обратился в суд с иском и потребовал вернуть озеро из незаконного владения. Суд принял доводы прокуратуры и стороны, то есть администрация и экс-депутат, добровольно расторгли договор аренды. В ходе прокурорской проверки вскрыто, что под видом земельного участка арендатору фактически в пользование был передан водный объект озера. Здесь, конечно, налицо грубое нарушение действующего законодательства. Во-первых, предоставление водного объекта, находящегося в федеральной собственности, не входит в полномочия органа местного самоуправления. Ну и во-вторых, на землях, покрытых поверхностными водами, вообще не осуществляется образование земельных участков. Это запрещено. Суд деятельностью чиновников администрации Северо-Байкальского района остался очень недоволен. Судья вынес частное определение в связи с бесхозяйственным подходом к распределению земли на Байкале. Кроме этого, махинациями с землей на Байкале заинтересовался и Следственный комитет. Следователи сейчас расследуют уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», а полномочия депутата-арендатора Сергея Беляева досрочно прекращены. Мэрия закупит 12 трамвайных вагонов. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя городской администрации Игорь Шутенков. Он сегодня проверил нынешний трамвайный парк и ужаснулся. Износ вагонов почти 90%. Новые трамваи будут безопасными, комфортными. Они будут приспособлены для маломобильных людей. Подробности далее. Трамвайное депо об отдыхе и не слышала. Пока все жители спят, здесь круглосуточно кипит работа. И за дня в день сотрудники проверяют механические узлы, приборы и электронные датчики. Если находят недочеты, тут же исправляют. Однако с годами вагоны трамвая изнашиваются порой настолько, что исправить что-то уже попросту невозможно. Те трамваи, которые ходят в нашем городе, они ходят благодаря усилиям всего этого замечательного коллектива МУП управления трамвая. Ежедневно, еженочно проходит осмотр и трамвай, зашедший вечером в парк, утром полностью проверенный, отремонтированный, выходит снова на линию. Надежный и безопасный. Все делается в стенах этого предприятия. Стаж Надежды Кондратьевны в трамвайной отрасли уже 44 года. Об этой удивительной профессии она узнала через газету. Не сказав никому, маленькая девочка из Читинской области отправилась учиться на вагоново-жатую в Улан-Удэ, где после учебы осталось работать. Я еще начинала ездить на очень старых, которые у нас КТМ-1, КТМ-2, сейчас вообще современные пришли, а сейчас еще придут, еще лучше, жду, очень жду и думаю, что попробую еще на них работать. Речь идет о 12 новых низкопольных моделях. Их планируют закупить уже в этом году. Главное их преимущество над старыми – отсутствие ступенек, что во многом облегчит жизнь маломобильных и пожилых граждан. Помимо новых вагонов, приведут в порядок и само депо, а также трамвайные пути, которые не видели ремонта более полувека. На все про все потратят около 80 миллионов рублей, благодаря дальневосточным субсидиям. Илья Балханов, Кристина Филиппова, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. В Улан-Удэ началась массовая подрезка деревьев. Процедура эта традиционная, однако не все горожане это понимают. Некоторые улан-удэнцы беспокоятся за кустарники и деревья. Даже жалобы пишут. Специалисты городского лесничества сегодня объяснили, что растениям обрезка просто необходима. Надо удалить старые сломанные и промерзшие ветви, расчистить крону и придать дереву форму. Екатерина Устюшенко обо всем по порядку. Голые стволы деревьев, срезанные на несколько метров, выглядят и вправду немного удручающе. Сегодня такую картину в Улан-Удэ можно встретить повсеместно. Стартовала массовая обрезка зеленых насаждений. Специалисты утверждают, все по правилам. И мы делаем омолаживающую подрезку. То есть мы его обрезаем на уровне 4 или 6 метров. Стандарта как такового нет. Если, например, находятся эти деревья под линией электропередач, соответственно, можно даже 3 метра ставить. Зависит от диаметра. Если диаметр, скажем, 60 сантиметров, ну не отрежешь, скажем, 2 метра, ну и, соответственно, дерево может погибнуть. Здесь отрезаешь 5, 7, 8 метров. Весной на деревьях появляются новые почки и ветви вновь вырастут. Свои правила есть и для кустарников. К примеру, они не должны произрастать к пешеходной зоне ближе, чем на полметра. Даже сейчас тротуар наполовину перекрыт ветвями. А летом, когда дерево зазеленее, для пешеходов останется лишь маленькая тропинка. Молодые мамочки с колясками не могут проехать про тротуар, потому что летнее время леса загораживает тротуар. Дети не могут кататься на велосипедах. И рядом находится дом колясочников, которые на колясках не могут передвигаться по этим тротуарам. По правилам, такие зеленые насаждения нужно полностью срезать. Но в городском лесничестве не спешат рубить все под корень. Ну, естественно, мы не можем совсем, да, вырубать эти вот деревья. Нужно как-то хотя бы их облагородить. Поднять штамп, да, вот у этого дерева, поднять его ствол. Ветки будут снизу. Веток не будет уже. И сверху сформовать можно. Можно форму придать кустарнику, например, шарик. В городском лесничестве обращают внимание на то, что если у горожан есть какие-то замечания по поводу деревьев и кустарников, необходимо оставлять заявки на сайте активных горожанин. Они обрабатываются в течение трех дней. Екатерина Устюшенко, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Привит, значит, защищен. Весна в этом году ранее, значит, и о прививках от клещевого энцефалита стоит задуматься уже сейчас. На сегодняшний день уже есть первые случаи укуса клеща в Джидинском районе. Поэтому прививка – самая эффективная мера защиты. Поставить ее можно в любой поликлинике, говорят санитарные врачи. Бурятия – это эндемичный регион по клещевому вирусному энцефалиту. У нас зараженность клещей, именно таежных клещей, возбудителем клещевого вирусного энцефалита – 8%. Это на порядок выше, чем зараженность возбудителем клещевого энцефалита в целом по России. Поэтому сейчас необходимо позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, особенно детей. Не менее важна и профилактика кори. Эпидситуация по кори в Республике Бурятия благополучная. Но надо отметить, что в 2018 году у нас регистрировались случаи завоза. Для того, чтобы не заболеть, нужно прививаться. Поэтому в национальный календарь профилактических прививок вакцинация начинается с года. Ребенку в год ставится вакцинация. Затем проводится ревакцинация в 6 лет. И по национальному календарю население взрослое тоже до 35 лет. Все должны быть привиты. По Республике ситуация с вирусом кори не критичная. Но вот в целом по России ситуация с кори ухудшилась. В прошлом году в стране заболеваемость кори увеличилась в 3 раза. К великому пасту в Абсолюте. Смесь рататуй и ананас-витамин. Со скидкой 38%. Всего 79 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. В Улан-Удэ прошла заключительная встреча интеллектуального клуба «Игры разума». Уникальный проект существовал в Республике 8 лет. И все это время энтузиасты своими силами, без спонсоров, вели игры каждую среду. Причин закрытия старейшей интеллектуальной игры две. Во-первых, снизилась популярность. Во-вторых, появилось много конкурентов. Сами игроки отзываются с теплотой и любовью о проекте «Игры разума». Для них он стал больше, чем игра. Слово нашему корреспонденту. Баир пришел в мир интеллектуальных игр два с половиной года назад. В эту область его втянул коллега. «Игры разума» заворожили его своей сложностью и необычайностью. В новость о том, что его любимая игра закрывается, сразу поверить не смог. Отнесся я с таким вот, поначалу, недоверием, а то, что они закрываются, подумал, что, может быть, это так. Все знают, что у нас организаторы-маркетологи те еще. 6 марта была последняя вот как раз игра. Отнесся, ну, уже потом таким с огорчением. Уникальный проект был создан в 2011 году. Организаторы на свои деньги каждую среду проводили игры. Их формат был разнообразен. В одной игре было около четырех раундов. Визуализация, формат телевизионных передач, музыкальный раунд, викторины и многое другое. Организаторы придумывали вопросы сами. Некоторые брали из базы игры «Что, где, когда». По их словам, основная причина закрытия проекта – высокий уровень сложности игры. Очень сложно играть. То есть, например, новички надолго не задерживались, потому что это не совсем развлечение. Это такая тяжелая игра. То есть остаются только те, кому это действительно нравится. Благодаря этому проекту у нас в городе открылся клуб интеллектуальных игр, где школьники, студенты и взрослые в команде либо самостоятельно участвуют в местных и межрегиональных соревнованиях и показывают свою эридицию. Все основные достижения у нас – это от школьных команд, которые ездили по всевозможным фестивалям, турнирам. То есть, например, первенство в Сибири, кубок ректора ИГУ, по что, где, когда, кубок губернатора Иркутской области. Девять лет назад одним из таких участников был рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски. Именно под его началом команда выиграла кубок на фестивале в Новосибирске. У нас дети традиционно очень сильные. В принципе, к сожалению, уезжают. Поэтому студентам достаточно у нас в итоге тяжело. Команды собираются очень плохо, потому что все сильные игроки уезжают. Никого не остается почти. Игры разума закрылись, но наследники остались. Испытать свой ум в экстремальных условиях можно и сейчас. Одно из таких развлечений называется энкаутер – ночное ориентирование города на машине. Такая игра на логику, на знание, на смекалку даже в большей степени. Но единственное, что не всем подходит, потому что все-таки это проходит у нас ночью преимущественно. Нужна машина, команда должна быстро перемещаться между точками, быстро разгадывать эти задания. Помимо ночного драйва и скорости, у нас в городе есть и более традиционные игры. Например, аналог известной передачи «Что, где, когда». Вопросы «Что, где, когда» – они рассчитаны на то, что если нет прямого знания, то вопрос можно, так сказать, раскрутить. То есть дойти логически до правильного ответа. И при этом не обязательно знать точно, условно говоря, о чем идет речь. Можно. В этом и плюс игры, что начать может любой человек. Для того, чтобы принять участие в играх, нужно собрать команду и подать заявку на официальной странице интеллектуального клуба ВКонтакте. Возраст участников не ограничен. Кристина Филипова, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Телеканал АТВ запустил проект «Весенние игры-2019». Мы предложили ученикам школ железнодорожного района поучаствовать в эстафете, отгадать загадки и получить за это отличные призы. Вместе с учащимися из 42-й школы, 59-й гимназии и музыкально-гуманитарного лицея в весенних играх участие приняла и наш корреспондент Елена Нечаева. Весь наш мир сосредоточен в мобильном телефоне, но иногда все-таки стоит от него отвлечься и просто выйти на улицу весенним днем. Как это сделала телекомпания АТВ, предложив школьникам выйти вместе на улицу, поучаствовать в эстафете, а главное получить ценные призы. Все серьезно. Горящие глаза, ликующие болельщики и жажда победы. Соревнования проходили в несколько этапов. Меткий стрелок, веселые старты, эстафеты в обруче и не только. Танцевальная разминка в самом начале разогрела и подготовила к испытаниям. А на финише – горячий чай и интеллектуальные игры. Нас позвали. Мы решили поучаствовать в этом интересном соревновании. Настрой позитивный. Будете все хрвать, да? Да. Пиццы же. Ну, у нас достойные соперники. Я думаю, будем стараться как-нибудь их переиграть. Побегали, посмеялись и попили чай с печеньками, а главное зарядились позитивом. Получили грамоты и награды, а кто-то и на экране АТВ блеснул. Теперь весенние игры станут хорошей традицией. Мы стараемся в районе офиса нашего телеканала, в районе ПВЗ, железнодорожного района проявлять какие-то активности полезные и быть социально ориентированной телекомпанией, быть полезной для людей. Поддержать нашу инициативу вызвались многие компании. Помимо дзен-пиццы, это ценные призы от квест-площадок «Золотая лихорадка» и «Пандора», а также подарки от «Цифры-гаджеты», «Фэмили-гаджетс» и магазина спортивных товаров «Чемпион» Елена Нечаева, Булат Жигмитов, телекомпания АТВ. Сда и кровь вместе с АТВ. Завтра, 26 марта, сотрудники телекомпании станут донорами. Мы приглашаем присоединиться к этой акции и вас. Завтра мы ждем всех, кому исполнилось 18 лет. Вы активно и ведете здоровый образ жизни. С 8.30 до часу дня на площади Славы будет стоять передвижная станция переливания крови. Также вас будут ждать чай, печеньки. И, конечно, приходите поддержать нашу акцию и помочь всем людям, которые нуждаются в крови. Чтобы сдать кровь в передвижной станции переливания, при себе необходимо иметь паспорт с НИЛС и результат флюорографии. Стать приемными родителями проще, чем кажется на первый взгляд. В этом уверены супруги Базаровой, которые, отбросив страхи и сомнения, взяли двух девочек-сирот. Теперь сестры Катя и Шура живут каждый день, чувствуя заботу и любовь своих мамы и папы. В гостях у большой семьи побывала наш корреспондент. Аюна Базарова вырастила и воспитала троих своих сыновей. Вместе с мужем долго вынашивали мысли об усыновлении. После долгих раздумий отправились в детский дом, чтобы взять одного ребенка. Но сами того не ожидая, взяли сразу двух сестренок. Теперь Аюна – мать пятерых детей. Теперь уже дружная семья, старшие помогают, подарки балуют, приезжают, когда какие-нибудь вкусняшки им, игрушки какие-нибудь. Катя и Шуре скучать некогда. Танцуют, поют, помогают по хозяйству, при этом успевают хорошо учиться. Сестренки очень талантливые и активные. Во всех начинаниях их поддерживают и помогает семья. В Докасаве есть богульник, и мы туда ходим, танцуем. Скоро у нас будет, 7 числа у нас будет отчетный концерт. Я буду выступать с девочками. Она будет так танцевать. Лебединое озеро. Девочки уже не вспоминают, что когда-то жили в детском доме. У них появились новые друзья и домашний питомец – кот Яша, а главное – любящие родители. Пусть на маме праздник, расцветут улыбки. В этот день весенний дать ей тепло. И да, это самая обычная семья со своим бытом и проблемами. А то, что дети приемные, давно не имеет никакого значения. Обрести свою семью может каждый. И это проще, чем кажется на первый взгляд. Это несложно. Самым первым шагом тому человеку, который решил взять ребенка в семью, нужно обратиться в органы опеки. И одним из пунктов этого перечня является прохождение школы подготовки. Время, наверное, пришло, наверное, что уже выносили уже эту задумку. Пошли, а там сначала с Катей мы познакомились. А у Кати там сказали, что есть маленькая сестренка. На тот момент Шуре было где-то два с лишним. В августе мы потом уже отмечали день рождения, три взяли мы их в июне. Вот так вот мы образовались и так вот живем. Всем нужно немножечко тепла и родительской ласки. И семей, готовых взять приемного ребенка, становится все больше. Только за начало этого года свою семью нашли 19 детей. И все мифы об усыновлении рушатся, когда в доме появляется задорный детский смех. Хочется сказать, что в двух словах не описать. Спасибо, мамочка моя, за то, что любишь ты меня. Елена Нечаева, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Бурятия готовится к переходу на цифру. С 3 июня качественная телевизионная картинка придет в каждый дом, а аналоговое телевидение отключат. В селах и деревнях, где прием цифрового наземного вещания невозможен, специалисты предлагают установить спутниковое телевидение. Для одиноких пенсионеров и малоимущих семей предусмотрены льготы на его установку. И первые спутниковые тарелки уже установлены. Подробности в нашем следующем материале. 85 жителей села Солонцы получили сертификаты на бесплатную установку спутникового оборудования для цифрового ТВ. Среди них пенсионер Василий Ферентюк. Из-за плохого ТВ-сигнала ему приходилось устанавливать комнатную антенну выше, но картинка все равно была нестабильной. И такое качество пенсионера не устраивало. Изображение пропадало, появлялось и так далее. То есть было некачественно. Обладатели спутникового телевидения за небольшую абонентскую плату могут получить кроме 20 обязательных телеканалов расширенные тематические пакеты. В целом, для получения льготного комплекта оборудования необходимо обратиться в органы соцзащиты района. На такую помощь могут рассчитывать более 2300 человек. На сегодня у нас обратились в органы соцзащиты более 1800 граждан. Начаты работы по монтажу спутникового оборудования в Бантовском и Венкийском районе и в Тарабакатайском районах республики. На сегодня установлено уже порядка 340 комплектов. В органы соцзащиты поступило уже более 1700 заявок на материальную помощь. Отметим, что жители получают не живые деньги, а сертификаты, по которым им бесплатно поставят комплект спутникового оборудования. На этом у меня все. Спасибо, что вы были с нами. Не переключайтесь. И до встречи в эфире. Шокер-цена в Абсолюте. Безалкогольный пивной напиток Хайникин со скидкой 49%. Всего 29 рублей 89 копеек. Абсолют гарант низких цен. Скидка 30% на гель для душа Палмалиф. Барис. Выгода через край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова